Почему Кадыров для тебя предатель, а Джохар нет? Ведь он служил верой и правдой Советскому Союзу, был лётчиком-офицером, и все чеченцы гордились им, даже жена русская была. Тумсо, а что делает Россия в совбезе ООН? Почему эту тварь нам до сих пор держат? Не кажется ли, что в тебе уживаются две противоположные тенденции – национализм и салафизм? Ведь салафизм на практике враг адатам и многовековым народным ценностям. Надо определяться, что важнее. Я думаю, у тебя неправильная осведомлённость об исламе. В исламе, в салафизме, как ты говоришь, нет никакой проблемы с адатами. И я не знаю такого. Вообще-то таких мусульман, может, есть какие-то течения, которые, как ты говоришь, были бы врагами адатам. Тем адатам, которые не противоречат религии, разумеется. Те адаты, которые противоречат, конечно, по ним каких вопросов быть не может. Но ислам, он, наоборот, поддерживает те адаты, то есть те обычаи народа, которые не противоречат. Наоборот, ислам побуждает к тому, чтобы эти обычаи были сохранены и практиковались в народе. И в священных писаниях есть очень много ссылок на обычаи. Как, например, во время бракосочетания нам велено давать махар в соответствии с обычаием. Чьим обычаям? Обычаям того народа, который, где происходит бракосочетание. Поэтому у тебя просто неправильные знания. Тебя кто-то неправильно осведомил, либо ты, может быть, сам где-то что-то там прочитал и решил, сделал сам какие-то выводы. Но нет, это неправильные выводы. Тумсо, тебе не нравится, что Путин не хочет играть по правилам, которые установлены несколькими государствами после Второй мировой войны? Вся эта грязь, Путин разрушает новый мировой порядок, все напряглись. Ой, если бы одной из этих нескольких стран, которые установили мировой порядок, не был бы сам Советский Союз, наследницей которого является сегодня Россия, то твои слова имели бы какой-то даже смысл, хоть и отчасти конспирологические, хоть и очень субъективные, хоть и можно было с этим поспорить, но тем не менее какого-то смысла эти слова не были бы лишены. Но в данном случае это полная каша в голове. Советский Союз был одним из главных игроков, который устанавливал мировой порядок после Второй мировой войны. Советский Союз был частью раздела всего наследия Третьего рейха. Поэтому не кажется ли тебе, что как раз-таки Путин и является частью этого наследия, и что то, что установлено, это установлено предшественниками Путина? Что он-то в этом случае пытается? Какие правила он пытается не подстроиться? Под установленные самими, самой же его страной, его же предшественниками? Томсотый не ответил на вопрос. Сейчас уже Россия не входит в этот мировой, в этот новый мировой порядок. Этот однополярный мир не должен диктовать свою новую культуру. Всем народам вся эта мерзость. Но тогда опять-таки проблема в твоих убеждениях. Если мы говорим про конец Второй мировой, установленный тогда мировой порядок, то к нему у вас никаких претензий быть не может. Ни у вас, ни у Путина, ни у кого. А если вы говорите, что сегодня существует какой-то новый мировой порядок, который установлен кем-то, и Путин под него не хочет играть, да ради бога, пусть не играет. Украина здесь, причем? Причем здесь украинские граждане? Причем здесь украинская инфраструктура мирная? Украинские города? Ставьте в покое. Или это Украина является корнем всего этого зла? Если сегодня украинцев всех погубить, то что произойдет? Мировой порядок вдруг станет иным? Я думаю, вот эти игры каких-то тяжеловесов в этом мире, когда они считают, что в своих играх можно убивать людей, граждан каких-то других стран, и тем самым это у них такие пешки, которыми они жертвуют, вот тот лидер такой страны, крупного игрока, тот, кто пошел на эти жертвы, вот к нему все претензии и будут. Мне плевать, что они там, какие они игры играют. И поверьте мне, украинцам тоже плевать, им не интересны эти игры, им интересна своя страна, своя свобода, свои граждане, свои жизни. А ваши рассуждения о мировом порядке, о господстве, это их не интересует, как и меня. Тумсо, то есть ты согласен с тем, что Америке вместе с Великобританией стоило уничтожить коммунизм как таковой, так как по идеологии был хуже или наравне с нацизмом? Как ты считаешь? Нет, я не считаю. Я вообще на это не смотрю с точки зрения вот этих идеологий. Коммунизм сегодня в Китае есть. Считаю ли я, что его туда нужно поехать и там уничтожить? Нет, я не считаю. Пусть народ сам выбирает, какой строй ему больше подходит. Но для меня нет разницы, была бы эта страна, Россия, оккупировавшая мою родину, была бы она капиталистической или была бы она социалистической. Да мне плевать, что если бы это были не социалисты, а капиталисты, и они бы нас оккупировали, я должен был бы говорить об уничтожении капитализма? Да нет, конечно. Вот для меня есть конкретная страна. Какой бы строй в ней не был, если эта страна уничтожает мой народ, оккупирует мое государство, то это они мои враги. Они государственный строй как таковой. Понимаете? Проблема в России, а не в коммунизме, не в социализме, не в капитализме. Проблема в них, вот в этом государстве, в его политической элите. Югославию, тогда тоже прокомментирую, пожалуйста. А что тут комментировать? Югославия – это пример того, как в России, у нас россияне посчитали себя элитой, и что они могут распоряжаться судьбами других народов, их землями. Точно так же в Югославии Сербия решила, что они тоже имеют на это право, они будут решать. Будут свободными, там, хорваты, босни, босняки и так далее. И за счет этого произошло очень мощное кровопролитие, в результате чего это Югославия распалась, как и распался СССР. Образовалось несколько государств. Как мы знаем, примеры геноцида, причем именно признанного геноцида, они как раз были там. Сребреница, по-моему, называлась, назывался населенный пункт. И в итоге, что получилось этого? Получилось то, что из этих нескольких стран именно та страна, которая претендовала на роль России, она, это Сербия, она в очень хороших отношениях с Россией и всегда выступает исключительно в анти такой европейской повестке и постоянно является каким-то флорпостом России на Балкан. В том числе, ты, значит, не согласен, что если Запад выиграет, то уже полностью он будет диктовать свои свободные ценности на весь мир. Ты думаешь, что чеченцы смогут сохранить себя в таком случае? Я не сомневаюсь в этом. Нам надо понимать, что любая держава, которая имеет возможность распространять свою идеологию, она будет это делать. И любая более слабая держава должна будет этому как-то сопротивляться. Это правило жизни. Мы от этого никуда не денемся. Это как, знаете, законы физики. Они просто действуют для всех. Неважно, кем бы ты ни был. То же самое и здесь. Поэтому, если ты спросишь для нас, что для нас лучше, какие-то западные ценности, которые для нас неприемлемы, но которые пытаются внедрить к нам не с помощью жесткой силы, а мягкой силы, допустим, сделать путем пряника, создать для нас выгодные условия, чтобы мы на это пошли, это для нас лучше, или находиться под оккупацией, между собой по российской конституции, там, решать вопросы. Конечно, мы лучше будем, мы выберем, чтобы нас пытались пряником как-то склонить к себе, а мы при этом как бы сопротивлялись бы, понимаешь, то есть у нас будет больше возможностей для этого. Мы, чтобы понимали, не надеемся, по крайней мере я, на то, что у нас вообще будет беззаботная такая жизнь, у нас ее никогда не будет. У нас всегда будут какие-то проблемы, политические процессы, какое-то влияние, давление, это всегда будет. Но оккупации мы не хотим, давайте мы избавимся от оккупации, давайте мы свое государство вернем, давайте мы будем жить по своим законам, а потом уже вести международную внешнюю политику, внутреннюю политику, как-то как-то пытаться маневрировать в этом мире. Савап. Совбез ООН обсудит ракетный удар России по Виннице с массовыми жертвами мирных жителей, сообщают СМИ. Тумсо, а что делает Россия в Совбезе ООН? Почему эту тварь нам до сих пор держат? Ну, таковы правила, и этим правилам следует, Россия является одним из ключевых игроков в этом мире, так как это ядерная держава, и она, ну, к сожалению, она решает вот такие вот вопросы, касающиеся безопасности всего этого мира. Она является членом этого Совета, который решает такие вопросы. И почему ее оттуда не исключают, могут ли ее оттуда исключить, я не знаю, это немножко, это такие вопросы, то есть, вам нужно устав ООН там изучить, понять, по каким принципам вообще туда вводят, выводят и так далее. Томсов, вот допустим, Чечня вдруг стала независимой, один оккупант уйдет, Россия, тебе не кажется, что ему на замену придет второй оккупант, например, Гейвропа, и начнут нам навязывать, вот давай, Ютуб Борс, мы будем решать проблемы по мере их поступления. У нас нет и не было никогда никаких проблем с Европой. если они у нас будут, тогда мы будем их решать. Сейчас у нас есть проблемы с Россией, давай сейчас решать те проблемы, которые есть. Не надо пытаться отвлечь внимание наше от реальных проблем, и тем более пытаться вызвать такое чувство, а, там все равно дальше нас ждут еще большие проблемы, поэтому давайте смиримся с этими. Нет, давайте вот эти проблемы решим, а если вот они у нас потом возникнут, с Европой, с Америкой, с Китаем, с Индией, вот с кем бы они у нас не возникали, мы их по мере поступления будем решать. Пока у нас нет никаких с ними проблем. Почему Кадыров для тебя предатель, а Джохар нет? Ведь он служил верой и правдой Советскому Союзу, был летчиком-эфицером, и все чеченцы гордились им, даже жена русская была. Вот это последнее, я не знаю, как это характеризует человека, он женился на той женщине, которая была ему приятной, он имеет на это право. Мусульманин может жениться на мусульманке, христианке или иудейке. Так что это вообще не аргумент, я не знаю, для чего ты это здесь приводил. Что касается твоего вопроса, то он очень странный, неужели ты не понимаешь разницу между предателем и достойным человеком? Надо, наверное, начать с каких-то азов, понимание предательства. предатель это тот, кто был сначала на твоей стороне, а потом перешел на сторону врага и стал вместе с этим врагом бороться против тебя. Твой вчерашний товарищ, который борется против тебя теперь, он предатель. Джохар это человек, который не боролся против нас. Вся его деятельность, все то, что он служил, на всякий случай, тогда все, кто не залетал в тюрьмы, все служили, потому что служба была обязательной. То, что Джохар сделал там карьеру, он делал эту карьеру во благо нам, для того, чтобы потом, когда у него будет возможность использовать ее за нас, а не против нас. И он это показал, доказал. И даже если бы это все было не так, даже если бы он изначально был бы против нас, но затем, когда понял, перешел бы на нашу сторону и сразился бы с нашим врагом, все равно он бы не был для нас предателем, он был бы для нас героем. Поэтому вопрос какой-то очень странный. Субтитры создавал DimaTorzok